Красноярцы будут жить до 80 лет и получать в среднем 82 тысячи рублей. Так власти хотят улучшить жизнь в городе к 2030 году. Прямо сейчас в администрации обсуждают стратегию социально-экономического развития на ближайшие 11 лет. Подробности расскажет наш корреспондент Елизавета Мерзлякова. Она на прямой связи со студией. Лиза, добрый вечер. Расскажи, сколько человек пришло на слушание и, собственно, что тебе самой запомнилось в этом документе. Добрый вечер в студии, уважаемые телезрители. Слушания начались около часа назад. Пришли на них 72 человека. Возможно, такое большое количество участников связано с тем, что мэрия предупредила о слушаниях месяц назад. И протестов и возмущений там сегодня нет. Чиновники высказывают самые важные, на их взгляд, предложения в документе, а красноярцы задают свои вопросы. Стратегия социально-экономического развития до 2030 года – это документ, который состоит из больше чем 100 страниц. И в мэрии говорят, что его разрабатывал Сибирский федеральный университет по предложениям красноярцев, предпринимателей, депутатов и всей общественности. Для этого, кстати, по данным чиновников, они опросили больше 2000 человек. И вот что сегодня спрашивают горожане, как раз мы узнали. Жители, например, здесь есть нового района Тихий Зори. Они переживают, что у них еще в ближайшее время не будет нужной для них инфраструктуры. И также хотят, чтобы власти проследили за застройщиком, чтобы он выполнил все обещания, которые давал им, когда они покупали квартиры. А еще красноярцы хотят задать вопросы, которые, на их взгляд, не отражены в этой стратегии. Давайте послушаем. Сейчас у нас набережная, она больше как бы индустриальна. То есть, хотя она у нас в бетоне, хотелось бы, чтобы были у нас мало архитектурной формы, чтобы мы могли спускаться к воде. Потом нам в планах у застройщиков был когда-то причал, катерков. Мы бы хотели прямо такие, чтобы катерки не проносились мимо нашего микрорайона, а останавливались. Я посмотрел, не нашел разделы, где капитального ремонта жилья. Я ничего не нашел. Улучшение и качество жизни пенсионеров, и социальных, которых людей надо, инвалидов. Ну и не нашел, как будут ремонтироваться дороги, как будет развязка в городе. Есть в зале сегодня и молодежь. Они переживают за метро, чтобы его действительно построили. А также о том, чтобы стало безопасно покупать новое жилье, чтобы больше не было дольщиков. Главная цель стратегии улучшить качество жизни в Красноярске, и чтобы к нам приезжало на постоянное место жительства больше людей, росла рождаемость. И вот, например, к 2030 году население должно стать миллион двести тысяч человек. Кстати, планка невысокая, потому что сейчас, за прошлый год, у нас уже чуть больше миллиона девяносто тысяч. Также власти намерены улучшить условия до такой степени, чтобы продолжительность жизни у нас увеличилась до восьмидесяти лет. А средняя зарплата в базовом проекте, например, выросла до восьмидесяти двух с половиной тысяч. Для сравнения, по данным Красноярскстата, сейчас у нас сорок пять тысяч. И это все такой пассивный есть даже сценарий, например, создать шестьдесят пять тысяч новых рабочих мест через одиннадцать лет. Мэр Сергей Еремин также сегодня высказался, как он видит наш город через одиннадцать лет. Сказал, что он представляет, что мы на метро будем добираться до парков во всех районах нашего города и в режиме онлайн планировать уже новую стратегию на ближайшие двадцать лет. Несколько пунктов расскажу. Например, проект «Умный город» – это мобильное приложение, которое для быстрой связи горожан с чиновниками. Например, сейчас мы в службу 205 сообщаем о каких-то неработающих светофорах. И вот так же мы будем в режиме онлайн сообщать чиновников о проблемах, и они будут с нами связываться. Также затронута и транспортная тема, и, например, строительство крематория, гольф-комплекс, аквапарка. Очень обширны, как я уже сказала, больше ста страниц. И обсуждают его уже не первый год. И вот все принимают абсолютно предложения, уже их больше ста. Вы также можете их направить в администрацию. Ознакомиться подробнее с документом можно на сайте администрации. Спасибо, Лиза. Напомню, это была моя коллега Елизавета Мерзлякова с прямым включением сообщественных обсуждений стратегии развития города.